Всем привет! Вы на канале Ранчо у Санчо. В общем, в детстве я не ел вот такие вот желудочки куриные, но потому что... Желудки куриные... Ну, до тех пор, пока я не научился их готовить, ну и вообще не начал я сам готовить. Я делал их очень вкусно, поэтому посмотрите этот рецепт. Если вы не любили, то я надеюсь, вы полюбите по такому рецепту куриные желудочки, потому что это будет аппетитно, очень вкусно. Блин, ну это даже бывает порой вкуснее мясо. Я не знаю, мясо надоело, приготовлю куриные желудки, это будет... Ого! Давайте же приступим первым делом. Нарезаем куриные желудочки. Я видел, что кто-то их сначала отваривает, кто-то сразу же жарит. Я их делаю, я их сразу же жарю с луком, с морковью. Посмотрите, чтобы не было зелени желтенького вот здесь. Вот если есть, это надо все сошкребать, удалять. У меня этого нету, поэтому я начинаю нарезать вот на такие вот полоски. Так оно быстрее просто прожарится. Если же вы не хотите заморачиваться, нарезать, то вам придется их обязательно отварить, потому что, ну, они слишком большие, и вам просто не удастся их хорошо прожарить. Они у вас просто получатся очень жесткие. У меня здесь 900 грамм вот таких вот желудочков. Отправляем их в тарелку, освобождаю я себе доску. Теперь нарезаем репчатый лук. Здесь, по вашему желанию, произвольно, но я по стандартам полукольцами нарезаю репчатый лук. На такое количество 4-5 головок луковицы нарезаем. А теперь морковка. Мне придется немного помучиться, потому что у меня нет специальной штуки, которая натирается, как на корейскую морковку. Я буду нарезать это все ножом. Я немного помучаюсь, но сделаю это все четко. Помчали. В общем, мне нужно нарезать тонко, слайсами морковку. Вот так вот. Да, поэтому вы не мучитесь. Идите в магазин и покупайте такую специальную штуку, чтобы нарезать морковку очень тонко. Но если у вас есть ножи Самура, вам они очень помогут, потому что они острые. И вы сможете легко нарезать тонко морковку. Казан установили на огонь. Добавляем сюда подсолнечного масла 70 мл. И отправляем сюда желудки обжариваться. Хорошо сразу перемешаем, чтобы все желудки были в масле, чтобы ничего у нас не пригорало. Все. И даем обжариваться в течение 15 минут. Мы это все сделаем немного в соевом соусе. Добавляем сюда чуть-чуть соевого соуса. Добавляем сюда специи. Это сухая аджика. Еще для цвета добавим красной паприки, сладкой. И черного перца свежемолотого. А теперь все хорошо перемешаем. А теперь нарежем болгарский перец. Серединку отсюда убираем. И его нарезаем произвольно, ну, как хотите. Я вот на такие вот дольки, достаточно крупные, нарежу. Я его добавлю в самом конце перца, чтобы он не превратился в кашу, а был виден на тарелке. Друзья, смотрите, вся влага выпарилась. Поэтому отправляем сюда обжариваться крепчатый лук. Все это хорошо вместе перемешаем. И все это еще вместе обжариваем в течение 5 минут. Все это пожарили еще 5 минут и добавляем сюда морковку. И перемешиваем все вместе с морковкой. Немного убавляем огонь. И уже на слабом огне, можно сказать так, будем тушить. Это все дело минут 10 еще. 10 минут обжарили. Отлично. Все это уже в полуготовность. Теперь добавим через пресс чеснок для аромата. Добавляем сюда томатную пасту. Две столовых ложки здесь будет. Солим это все. Друзья, аромат с этим вообще класс. От таких пупочков вы будете точно в восторге. А теперь заливаем 250 миллилитров воды. И на среднем огне. Под крышкой. Все это дело тушь. Друзья, протушил 1 час на слабом огне. Посмотрите, вся жидкость практически выпарилась. Теперь добавляем сюда перец в самом конце. Потому что я хочу сделать, чтобы он не разварился. Все это хорошо вместе перемешиваем. И вот так вот уже без крышки обжариваем еще 5-10 минут. И желудочки будут готовы. А теперь нарежем зелень для посыпки. Это будет зеленый лук. И возьмем кинзу с петрушкой. Отрежем вот эти вот кончики. И измельчаем мелко. Друзья, я заговорился. Здесь было укроп и кинза. Друзья, обжарили это еще все вместе. Посмотрите, насколько же это потрясающе получилось. Берем зелень и посыпаем это все зеленью. Я себе в тарелочку посыплю побольше зелени. Чтобы вкусить все вкусной, ароматной зеленью. Берем овощи, берем зелень и пробуем. Бомбезно. Друзья, приготовьте сюда любимый свой гарнир. Сюда как хорошо подойдут и макароны, и рис, и картошка. Гречка. Друзья, если вы хотите, чтобы они прям разваливались во рту, то перед обжаркой отварите их в районе получаса. Я люблю, чтобы мясо можно было пожевать, чтобы было что пожевать. Поэтому я их просто обжарил. Это вкуснотища бомба. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Обязательно напиши мне комментарий, как ты готовишь эти вот потрясающие пупочки. А если не готовил, напиши, я не готовил, и приготовлю по твоему рецепту. Спасибо. Приятного всем аппетита. До новых встреч, до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok